Добрый день уважаемый зритель, с вами доктор Константин. Сегодня мы дошли наконец-то до того, как мы будем находить точку ВЦ-12 Джун Вань. Как ее найти? Очень легко, как всегда, не усложняя. Итак, прежде всего, если мы хотим найти точку акупунтуры, нам надо знать, как она простирается. В данном случае она простирается по передней срединной части нашего, ну скажем так, больше всего живота, передней части туловища. Данная точка находится на животе, брюшной полости. Итак, все знают, где располагается пуп. Здесь много ума не надо, пуп есть у каждого человека. Так вот, выше пупа, вот я вам показываю пуп на данном, скажем так, схематическом изображении, и выше пупа, на 4 цуня, вверх пупа располагается точка ВЦ-12 Чун Вань. Что такое пропорциональные цуни? Вот я сейчас измерю свои пропорциональные цуни. Вот у меня пропорциональные цуни. Вот один цуни, вот три цуня моих, видите, расстояние. Я беру обыкновенную, как всегда, линейку, меряю свои цуни, вот моих три цуни. Заметьте, я не меряю вот здесь, я меряю вот здесь, вот расстояние своих трех цуни. Это 8,5 сантиметра. 8,7 где-то даже так. 8,7 и добавляю еще расстояние вот этого вот пальца одного цуня. Итого получается у меня 2,7. 8,7, 2,7 получается 11,5 сантиметра. Я беру циркуль, только без иголок. 11,5 сантиметров отмеряю. Вот, пожалуйста, взял на линейке 11,5. И вот у меня от моего пупа ровно, по ровной линии живота, вы ее, скажем так, увидите все, ровно отмерите вот это вот расстояние. И выше пупа, вот здесь вот пупа у нас будет, и выше пупа, вот это расстояние, будет находиться точка ВЦ12 Джунь Вань. Вот так просто, да, вот так просто. Только если вы будете у ребенка искать, вы будете детский брать цунь. Расстояние детской руки не моей. Если вы будете у себя искать, то вы тоже будете брать свои цуньи. Допустим, у пожилых людей. То есть у каждого свой индивидуальный цунь. Вот потому мы точки можем найти до миллиметра. Ничего здесь сложного нет. Здесь просто будьте внимательны, и вы сразу все поймете. Спасибо за внимание.